Еще раз всем привет! Это программа Анализ Крови. Здесь и сейчас мы собираем полную информацию на знаменитости. Сегодня у нас под прицелом группа Quest Pistols. Вы забросали нас просьбами рассказать об этих ребятах, и мы это делаем. Через несколько минут мы зададим квестам вопросы, которые вы прислали на наш электронный адрес. А пока что узнаем о том, умеет ли группа Quest Pistols водить машины. Смотрите далее в программе. Что можно собрать из старых деталей? У них будет только бак и заднее крыло. Где живут участники группы Quest Pistols? У нас никогда не будет вообще ни машин, ни квартир. И что они ответят на вопросы телезрителей? Мобилы, машины, аксессуары и мода. Все, что помогает продвигаться по жизни. Группа Quest Pistols очень молодая группа и состоит из очень молодых исполнителей. Нам не подходит имидж старых мужчин на Rolls-Royce. Участники группы Quest Pistols не признают автомобили. Конечно, они ими пользуются, но только в виде такси. Своей машины ни у кого из них нет. Я просто реально не люблю машины, не испытываю к ним никакой страсти, как, допустим, к мотоциклам. И все, поэтому машины не собираюсь покупать. Четырехколесных коней ребятам успешно заменяют мотоциклы. Правда, пока что в разобранном состоянии. Группа Quest Pistols в свободное от гастролей время придается именно этому увлекательному занятию. Сборке уникальных моделей мотоциклов. Никаких стоковых вещей на твоем мотоцикле, только лично придуманные, разработанные идеи. Особых успехов в этом деле начинающие конструкторы еще не добились. Их будущие мотоциклы пока что лежат по разным углам гаража и больше похожи на груду трудно совместимых деталей. Есть мои колеса. Так как мотоцикл будет в раритетном стиле, мы купили реплику старой резины. Она сделана точно так же, как в сороковых. Вот этот протектор повторен. Мотоциклы, конечно, ребята собирают не сами. Для такой работы им не хватает знаний. Сборкой занимается один из их давних приятелей. А задача будущих байкеров сводится в основном к тому, чтобы находить и покупать нужные детали. Мы будем строить такой винтажный ретро-Харли из этого двигателя. Это спортсер 91-го года выпуска. Такой очень нейкед. На нем будет только бак и заднее крыло. Все остальное. Никаких пластмассок, никаких украшений. Новые мотоциклы ручной сборки появятся на дорогах, судя по всему, не скоро. Детали для них приходится искать по всей стране. Кое-что, говорят, плывет из Америки и Японии. Сколько денег забирает это увлечение, неизвестно. Но то, что времени оно берет много, это факт. Лучших кастом-шопах Америки занимает до полугода построить подобный мотоцикл. Если в мотоциклах поющие танцоры ценят индивидуальность, то в прочих вещах они не так избирательны. Речь идет, например, о мобильных телефонах. Аппарат Антона уже лет 10 как сошел с конвейера. Он был популярным в конце 90-х. Если честно, я хочу даже похвастаться им. Вот так он выглядит, вот так он открывается, и вот так вот в него говорят. Это отличный телефон, я не разбираюсь вообще в новшествах технологии. В таком стремлении к красивой жизни ребята собираются провести не один месяц. Такой у них образ жизни. Вечный протест против гламура не только в песнях, но и вне сцены. Мы просто бомжи, и я думаю, что у нас никогда не будет вообще ни машин, ни квартир. Мы будем так перебиваться на вокзале, ездить по Украине, давать концерты. Итак, Трио Квест Пистолс на связи с нашей студией. И мы готовы задать традиционные три вопроса, которые мы выбрали из нашей почты. Привет, джентльмены! Привет, Гена! Привет, Гена! Привет, Гера! Первый вопрос адресован индивидуально Антону. Задает его Лера из Днепропетровска. Антон, ты так сильно подводишь глаза для выступлений. Сложно представить тебя перед зеркалом. А вечером, видать, ты все это смываешь. Скажи, это правда? Да, мы глаза подкрашиваем, потом с пальцем указательным, а потом этим же пальцем мы их стираем. Так вот, в принципе, происходит это перевоплощение. Очень интересно, надеюсь, все уже узнали. Следующий вопрос к Никите от Марины из Киева. Никита, я видела тебя на Крещатике в обнимку с какой-то девушкой. Кто она? На этот вопрос отвечает господин Боровский. Я не знаю. Как бы и я тоже. Какая-то девушка похожа. Я тоже не видел. Может, это его дочка восьмилетняя была? Да. Понятно. И последний вопрос задает его Сергей из Донецка. Вы выглядите так, как будто не можете заработать на собственное жилье. Такое ощущение, что вы живете все вместе. Это так? Я думаю, была бы жесткая поножовка, если бы мы жили вместе. Поножовщина. Поножовка. Поножовка это по металлу. Поножовка, ну да, конечно. Чтобы разрезать мотоцикл. Жесткая поножовка. Ну что ж, спасибо за ответы. Будьте здоровы. Ну а нам осталось подвести итоги нашего исследования. В рубрике «Анализ крови». Я сказал, ребят, смотрите, мы сейчас походим к одной тете, попоем с ней, к учительнице по вокалу. Получится? Получится. Нет, ну и нет, ну и ничего страшного. Группа «Квест Пистолс» яркий пример того, что на украинской эстраде еще много свободного места. И принять она может кого угодно. Хороших артистов всегда мало. Это основоположающая успеха «Квест Пистолс». Бывшие танцоры, пение которых изначально воспринималось как шутка, в одночасье стали известными. Теперь они гастролируют по Украине, записывают альбомы и снимают видеоклипы. Мы отождествляем себя с людьми, которые постоянно в поиске. Не в поиске стиля, а в поиске вообще в глобальном. Продюсер группы Юрий Бардаш всерьез рассчитывает на то, чтобы покорить и российский музыкальный простор. Возможно, у них это выйдет. Клоунов на эстраде мало. И конкуренция в этой нише минимальная. Лето в России пойдет под лозунгом «Я устал, хочу любить». Украинский шоу-бизнес, он очень интересен в начале. Появляются там «Квест Пистолс» такие группы, «Потапа» Настя Каменских. Таких шутов в Москве нет, их сразу же схватили. «Квест Пистолс» поглядывают и в сторону Евровидения. По крайней мере, в одном из интервью они заявили, что не отказались бы представить Украину на конкурсе в будущем году. Что это было? Очередная шутка от фриков или серьезные планы пока непонятно. Поющие танцоры рассчитывают на то, что судьба будет к ним благосклонна. Я за идея, а по поводу того, что же дальше. А это Богу известно как. Захочет он, будем дальше радовать и мутить всякие интересные вещи. Нет, ну не пропадем. Ну что ж, не каждому дано быть звездой. Да и не каждому это нужно. Не стесняйтесь быть самими собой, не стесняйтесь жить своей жизнью. К этому призываю я, Геннадий Виттер и наш ароматный спонсор. Три набьянка. Три набьянка – легкий свит природы. А на сегодня все. Увидимся ровно через неделю. Пока.